Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре последний день лета 2022 года. Меня зовут Юрий Азаровский, я с вами нахожусь на Большом Утрише. Сегодня у меня выходной день, нет работы по фотосессиям. Кстати, знаете, я сегодня прочитал комментарий, говорит, там вот про дом мэра. Я его забанил, того человека, все равно было прикольно прочитать. Говорит, у него там много детей, как он платит за квартиры, за все. То есть взятки я, что ли, беру? Ребята, если кто-то хочет мне дать взятку, я здесь. Меня не подставят, потому что у меня никакого чина нету. В общем, суть не в этом, а суть в том, что... Я благодарю еще раз всех, кто приезжал в этом году, фотографировались у меня. Очень-очень-очень вам благодарен, друзья мои. И я хочу также вас сегодня пригласить на секретный пляж, на Большом Утрище. Я был здесь больше года назад, по-моему, в прошлом году, в начале сезона, и показывал это место. То есть вы приезжаете, паркуетесь здесь вот, после вот этих вот ворот, и попадаете в райское место, которое завелся Утрешом. Здесь есть вот такие вот беседочки, от которых идут маршруты. Их две. Это вот первая ротонда. Вот там вот находится вторая ротонда. И вот отсюда вниз идут спуски. Единственное, просим, как бы, убирайте за собой мусор, чтобы все было чисто, классно и прекрасно. Ну что, полетели? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочется сразу обратиться ко всем туристам, которые бросают здесь мусор. Вот вы из города Гондурас явно к нам приезжаете. Ну и вообще не обязательно, что это туристы откуда-то приезжающие, потому что могут так себя вести абсолютно все места. Но все-таки хочется верить, что те люди, которые выбрали свое местное жительство в наш любимый город Анапу, все-таки к нему относятся получше. Здесь огромное количество можжевельников И я еще раз хочу повторить, что, ребята, берите обязательно самую классную обувь. Потому что сейчас мужик поднялся, спортивного телосложения сказал, да ну, краткий отзыв, да, ваше путешествие, я вырезал, а вы не могли оставить видео. Вот такие дела, смотрите, какая вот Алина. Вот там вот разные домики по над скалами расположены. И можно вообще просто прийти, сесть и над скалой посидеть, смотреть на море. Для тех, кто знает эти места, блин, они будут меня материть, что я вам все об этом рассказываю. Ну ладно, да простят меня они, спускаемся вниз. Хочется сказать, что спуск не такой уж и сложный. Это все на самом деле в глазах смотрящего, просто расслаблено, никуда не спеша, потихонечку спускаетесь. Если вы еще с палочками сюда пройдете на этот маршрут, то будет вообще прям очень круто. Жалко видеть, конечно, уничтожные, прям видите. Спиленные можжевелки, то там, то там. Раньше это было нормально. То есть люди на всякие сувенирчики, подделки воровали. Видите, там, 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 везде все отпилено. Очень жалко, конечно, встречать такие деревья. Так здесь был просто рай и оазис. Вот все, кто проезжали это место, я думаю, что всегда, наверное, хотелось посмотреть, куда ведут эти тропинки. Есть у меня даже, по-моему, большой эфир. Как мы гуляли здесь по лесу на утреща. Все эти места показывал. Наша дорога ведет он туда, в лажбинку. Кстати, вот если знать все маршруты, через лес есть более такой пологий спуск. Даже чем тот, через который прошли. Спуск совершен вниз. Здесь довольно-таки много туристов встречается. Я спросил, много ли там людей. Говорят, что больше, чем обычно. Обычно там приходишь, никого нет. Только ты и море. Я, ты и море. И при этом нету никого сверху машин. Интересно, откуда они все спускались. Посмотрите, какая красота просто. Вокруг сверху, конечно, этого ничего не видно. Вон тут ребята отдыхают прям. Вот же вилочки. Надо хорошо подышать воздухом. Ребята тоже снимают красивые виды сверху. Но немножко на другую технику. Посмотрите направо, посмотрите налево. Мы, кстати, вот дошли до того места. Сейчас где-то тут тропинка должна будет с нами соединяться с той ротонды. Я вам покажу, насколько крутой там спуск. Здесь же дорога прям очень удобная, классная. И есть такие вот места с камушками, где можно остановиться, посидеть. Цикады поют. Пейзажи, честно, напоминают Крым. Когда ты на тропе Голицына бываешь. И вот у них там это прям, знаете, тропа здоровья, тропа Голицына. Пойди прогуляйся. У нас такие маршруты неизвестны. Просто никто ими не пользуется. Никто о них не рассказывает. Не являются местами притяжения. Только лишь люди, которые влюбились в эти места, сами для себя их открывают. Какой вид. Хорошо, как все это выглядит. Хочется даже выматериться, наверное, из-за того, что перед тобой впереди. Открываются такие замечательные виды. Дорожка немножко петляет вокруг можжевельников. Единственная просьба ко всем, не ломайте их. Они растут очень мало. Видите, некоторые сами по себе высыхают, погибают. И поэтому хочется, чтобы как можно больше их осталось в наших, как говорится, лесах. Здесь мы попадаем в настоящий таинственный лес. Вот так вот. Чух. Между деревьев. Пароход. И тут так становится классно, прохладно. Прямо ощущение, ну просто космос. Такой идешь, встречаешь пакеты. Но останется на обратном пути. Мы его обязательно заберем. Это, наверное, самый секретный пляж, который есть у нас в Навском районе. Конечно, до него можно добраться от Суко, пешком вдоль берега. Но там тоже большое расстояние пройти. Здесь все-таки расстояние будет поменьше. Плюс через такую красоту. Я говорю, это просто очень классный теренкор. Возможность там отдыха в тенечках и так далее и тому подобное. Видите, тропа раздваивается. Я пойду по нижней стороне. И тут мы оказываемся под можжевельниками. Какой от них исходит аромат, друзья. И ты понимаешь, что с каждым вздохом ты обеззараживаешь свое тело. Это какое-то нереальное чувство, ощущение. Кстати, правильно сделал выбор. Потому что верхняя тропа обходит просто вокруг можжевельника. И опять опускаемся в лес. Ой, ротонды приходит дорога. Здесь такая более обристое. Так что, если вдруг решитесь, там сто процентов. Без обуви хорошей не обойтись. Выходим уже на территорию, где приезжают люди. Иногда отдыхают даже с палаточками. Сейчас я никого здесь не вижу. Возможно, есть запретов нахождения в лесах. У нас сейчас повышенный уровень пожарной опасности. И здесь есть вот спуск. Видите, дети возвращаются с пляжиков. Можно посмотреть то, что здесь тут и костры такие большущие разводил. Но этого делать не стоит. Берегите наш лес от пожаров. И сейчас вашему виду откроется тот самый секретный пляж, на который мы с вами сегодня идем. Во-первых, море, виды. Просто взять столик, стульчик и прийти сюда посидеть. И второе. Посмотрите, какая прозрачная вода. Просто охренеть, друзья. Ну и сам пляж. Вот он с левой стороны от нас. Направление вот реша. С той стороны там забор в море стоит. Никто не пройдет. Там только через обход территории не здесь. Люди отдыхают немножко на берегу. Море сегодня не волнуется. Вот оно. Место силы. Чудо. Пляж. Абсолютно свободный от всех предрассудков и всего остального. Я пришел. Практически осталось только спуститься. По берегу ведет здесь скала. Такая тропа. Очень сложно. Поэтому будьте очень-очень внимательны. А вот туда чуть-чуть левее. Там есть такой более пологий пуск к пляжу, которому гораздо легче спуститься. Конечно, смотришь. О, мужичек. Чок разделся. Пошел голышом купаться. Видите, он прям на плиты. Какие виды, друзья. Какое море. Здесь на самом деле лучшее море, которое только может быть. Потому что видите, здесь такой вот он. Очень обривистый спуск вниз идет. И по нему прям очень сложно. Видите, такие камни торчат. То есть можно пораниться очень легко. У меня просто опыта по горам хождения очень много. А вот там вот видите, такая дорожка прям. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И пологий спуск. Просто я не ищу легких путей всегда. Хочется что-нибудь, наверное, даже посложнее. Но это очень круто. Обратите внимание, просто какие виды. Просто сумасшедшие. Спускаясь ниже, и горы становятся все выше, 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 выше. Все красивее и красивее. Тот самый момент, друзья, когда выходишь с леса. Опять, вот видите, это более блогая дорожка. Как я и говорил, в окне спустился. Здесь раньше был еще гамак висел. Сейчас этого нету, к большому сожалению. О, ребята, походу, гитару с собой принесли. Кайфуют. Сегодня мы с тобой кайфуем. И, собственно, пляжик. Тот самый секретный. В городе Курк-Тереннапа. Красота. Здесь какие-то у нас есть обозначения. Берегите лес от пожара. Да, действительно так. И здесь люди расчищают для себя заходы в море. Знаете, как сделана какая-то вода. Просто наипрозрачнейшая. Я очень сильно жалею, что не взял с собой ласт-маску. Туда дальше лесок. В него тоже не пускают стоять палатками. Поэтому сейчас палатки стоят на берегу. А здесь какой-нибудь еще лиманчик. А раньше вот все было в палатках. Может быть, это будет и было так же. Но, конечно, сейчас мы этого не видим. В общем, отдых, как говорится, не для всех, а лучше всех. По-другому здесь и не сказать. Если вы хотите что-то типа песка на тот край пляжа, и там вообще прям заходы будут супер. Здесь и слева, и справа еще встречаются. Можно сказать, выбрать индивидуальный заход в море и пойти купаться. Давайте посмотрим, что тут. Смотрим, какая температурка у него. 39,5 температура воздуха, дорогие друзья мои. И сейчас посмотрим, какая температура водички. Хотя, если воздух такой, что тут говорит про воду. Вода просто стекло. Блин, я сейчас возьму GoPro. Ох, смотрите, рыбы сколько. Там бычки плавают, вообще красота. Просто шикарный, шикарный. Температура воды показывает 32,6. Опускается потихонечку. 31 температура воды. Как там температура? Тропические вообще показатели у нас в этом году. Так, ладно. Надо снимать микрофоны, кепки. И пойти будет заноркнуть у нас сначала. Давайте полетаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кайф просто нереальный. Ты и море. Так, внешняя привыкка. Нужно в этих пляжах гораздо меньше народу, но все равно, мне кажется, и тысячи. Короче, это beautiful place, ребят. Обязательно к посещению. Такие реально крутые терринкуры. Пришел, искупался в море, поднялся обратно через можжевелую рощу. Это настолько полезно для здоровья. Ну, простите, что в конце лета не было времени. Сезон 2022 летний. Прощай.